Добрый день, друзья! В эфире программа «Мимо нот» я и ее ведущий Евгений Дотелев хочу пару слов сказать о сегодняшнем гости. Все люди, которые бывают в этом проекте, они бесспорно талантливые, это тот критерий, по которому, собственно, гостей и отбирают для этой программы. Но не всегда и не все красивые. Сегодня тот случай, когда гость и красивый, и талантливый, это Валентина Бирюкова, и она расскажет о своем концерте праздничном. Здравствуйте, Валентина! Здравствуйте, Евгений Юрьевич! И, признаюсь честно, мне очень приятно слышать от вас комплимент, потому что я, в принципе, их очень редко получаю. Да? А что так? Правда, вот красавицы крайне редко кто-то называет, практически никто. А ваш наставник Александр Борисович Градский? Ну, Александр Борисович, он нас просто всех очень любит, и мы все для него умницы и красавицы. Александр Борисович не всех любит. Во-первых, он мизантроп, он, в принципе, людей не любит. Давайте называть вещи своими именами. Он бесспорно ценитель, ну, вокальных данных, прежде всего, талантов, и ценитель женской красоты, это я помню. Поэтому странно, что он вас не нахваливает по всем аспектам. Хотя он отбирал вас слепую, в волосе всех отбирает не видя. Расскажите, как это было, как у вас сердечко ёкнуло, не ёкнуло. К вам же, по-моему, все повернулись, да? Нет, повернулись три наставника, кроме Пелагеи. И как ни странно, накануне по совету своего одного друга, он говорит, ты должна визуализировать своё желание и мысленно представить, что к тебе оборачивается тот, кого ты хотела бы. А кого хотела Бирюкова? Представляете, Пелагея я хотела. Я вот сидела накануне и прям, я прям видела, как она поворачивается, ну, то есть, такая магия. И только она не повернулась. Но, вы знаете, он, наверное, на самом деле правильно посоветовал, я достаточно верующий человек, и я совершенно однозначно понимаю, что это сверху кто-то сделал, не обвернул, не повернул именно Пелагею, потому что он понимал, Господь Бог, что если она повернётся, я пойду к ней, а мне нужно к Александру Борисовичу Градскому. И я, правда, я говорю это без иронии, я действительно так думаю. Потому что, если, знаете, Леонид Николаевич вернулся, хотя он, в принципе, в основном, да, Агутин оборачивается на фермачей. А я пела русскую песню. Какую, напомните. Я пела из репертуара Елен Ваенги, Шопен мне достался, ну, музыкальной редакции. Напомните. Дотянись рукой твоя, нельзя, нельзя. Ну, лирическая песня про любовь. А кто выбрал эту песню «Слепых прослушиваний»? Это утверждает музыкальный редактор. Да, утверждает, да, выбирает кто. Убирает исполнитель, то есть это ваш выбор был. Смотрите, нам предложен список, где-то около 70 песен предлагается участникам. И из этих 70 песен мы должны выбрать то, что бы мы хотели. В голос я приходила уже во второй раз, в втором голосе я не успела войти на «Слепые прослушивания», меня перенесли на третий сезон. На втором я выбрала песню, мне сказали, ее уже выбрали многие, мы вам ее не дадим. Какую? Я выбрала сначала «Не отрекаются любя», но до меня я выбрала уже 3-4 участника, а так много нельзя. Когда я пришла на третий сезон, я хотела петь песню из репертуара «Fone on Blance» «What's Up». Мне сказали, что ее никто не выбрал, и мы вам ее не дадим. И, собственно говоря, я села вот так на корточке и заплакала, и сказала, что, знаете, у вас здесь все нечестно, потому что в том году вы мне не дали, и в этом году вы мне не даете то, что я хочу. Все нечестно. Они говорят, ну, успокойтесь, и вот говорят, ну, попробуйте эту песню, попробуйте эту песню, ну, прям по списку. И я напевала одну, вторую, десятую, и, в общем, когда я стала напевать «Шопен», они говорят, вот эту песню ты и споешь. Я сказала, что вы издеваетесь, они говорят, нет, послушай умных людей. И действительно, я не думала, что она станет таким моим билетом в жизнь, эта песня. Выбор Градского из трех наставников, которые повернулись, это сразу было, это спонтанное было решение, или происходил какой-то там процесс взвешивания за и против. Не то слово, какой процесс происходил, это, знаете, состояние, когда за секунду миллион мыслей. Вот так же я стояла. Во-первых, я жутко волновалась и перебрала с успокоителями, я сняла туфли после того, как я спела песню. Меня все обвиняли в эпатажности, ты хотела поярчить, я говорю, нет, слушайте, я реально понимала, что сейчас я просто грохнусь, у меня кружилась голова. И я вот стояла и думала, первый повернулся Дима Билан, и он сделал это буквально второй секунде, потом меня обвинили в том, что я не пошла к нему, как-то могла, он тут же, а ты выбрала другого. И опять же, накануне у меня был разговор с моей сестрой. А моя сестра, это, знаете, у меня две сестры, вот моя средняя сестра, это мой такой ангел-хранитель. Везде, где есть она, у меня все хорошо. Вот на конкурсах, на каких-то этапах, она вот в прямом смысле, как-то накануне мы с ней сидели, она говорит, ты знаешь, у меня почему-то такое чувство, что ты попадешь к Александру Борисовичу. Я говорю, знаешь что, я хочу к Пелагею, поэтому не лезь со своими чувствами. И вот в этот момент я вспомнила ее эти слова, и у меня была мечта исполнить на всю страну балладу о матери. Это то, за чем я шла, собственно говоря, на голос. И в этот момент, конечно же, я быстро представила, кто бы мог мне дать ее, потому что у каждого наставника свое лицо, свой репертуар. Леонид Николаевич более фирменный, Пелагея народные вещи какие-то, Дима Билан, он разноплавный очень, Александр Борисович более классический материал. И я подумала, что балладу о матери мне может дать Александр Борисович. И все. И поэтому я пошла именно к нему. Вот баллада о матери, моя сестра и, Александр Борисович, я иду к вам. Хотя, вы знаете, что когда я только прошла и вышла за кулисы, был перерыв. И идет мне навстречу, надвигается фигура Александра Борисовича. Я жутко разволновалась, но у меня не было уже возможности уйти. Мне нужно было с ним поздороваться лично. Я подошла и сказала, Александр Борисович, здравствуйте, спасибо, что вы обернулись на меня. Он мне сказал, ну что, говорит, спасибо, какой у тебя диапазон? Я говорю, ну, у меня небольшой диапазон. Он говорит, ну и пойдешь нахрен на втором этапе. Он говорит, ну тебя, говорит, 40 миллионов увидели, показалось-то неплохо. А дальше, говорит, прости, там такие акулы, у всех по 4 октавы, делать тебе здесь нечего, поэтому покажешься второй раз и пойдешь. И он это сказал без иронии. То есть, это не троллинг было, а так вот оценка. Абсолютно. В этот момент мое доброе расположение куда-то девалось. Я, конечно же, тут же пожалела, что я пошла к нему. И на что я ему ответила. Говорю, ну если для вас самый важный – это диапазон, то, конечно. Ну и потом мне задал вопрос, а что ты поешь вообще, какой материал? И слава Богу, что я в тот момент умудрилась ему сказать, что у меня есть мечта исполнить балладу о матери. Все, он говорит, ну все, давай, пока. А где-то у него в голове это отложилось. Потому что, когда я прошла таки второй этап, что для нас было просто чудо чудесное, потому что на второй этап я шла как последний раз. Для нас, когда вы говорите, вы имеете в виду себя и семью. Да-да-да. И когда он оставил меня, ну не знаю, вся моя группа поддержки, они кричали отчасти так, что там весь павильон просто трясался. Потому что мы действительно шли как в последний раз. Я наделал красивое платье, сделал прическу. Думаю, ну уходи, так красиво. А нет, он меня оставил. И потом после этапа он мне позвонил, говорит, ну что, Алешеньку споешь? Я говорю, конечно. И вот тут я поняла, что вот, знаете, как бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Все вот по-написанному. Хотела балладу о матери, получила. А в финале вы проиграли? Да, ну в полуфинале, да. Да, в полуфинале. Расскажите, как это было и вот тоже вот средств ощущений. Ну проиграла. Настрой на победу был или нет? Нет, нет, нет. Я говорю, когда меня ругает всегда сестра, что она говорит, почему ты всегда говоришь, что ты не хочешь победить и так далее. Она у меня такой воин, знаете, и меня это неучит. Которая сестра? Средняя, да. Средняя, да. Светлана ее зовут. Младшая сестра у меня хирург. Она нас лечит, средняя нас наставляет. И я действительно, понимаете, я шла на проект только для того, чтобы спеть балладу о матери на всю страну. Это была моя мечта, которую я загадала два года назад в Новый год. И для меня, когда вот я дошла до этого этапа и сделала это, то для меня уже, я уже не боролась. А почему? Почему с этой балладой? Во-первых, расскажите про эту балладу тем слушателям, зрителям, которые не знают, о чем мы говорим. Во-вторых, почему такая зацикленность на этом материале? Слушайте, столько вопросов, и я все подумала. Баллада матери. Да-да-да, баллада матери. Ну, смотрите, это произведение одной из самых любимых в моей семье. Мой папа офицер, военный человек, и всю жизнь, когда… А все каких войск? Дальняя авиация. Мой папа… Он техник, он отвечает за двигатели, самолеты, так они называют, СДшники. В общем, это сложная техника, и она действительно в мире там единственная. Это бомбардировщики дальней авиации. Мы служили в городе Энгельс, Саратской области. И я всю жизнь, ну, все детство, юность выступала в городском доме офицеров для военных, для своего папы. Вот, все мной гордились, и эту песню я тоже пела. И мне очень… Ну, естественно, как я хотела попасть в телевизор, как любой ребенок, который поет. И вот в телевизоре я себя представляла только исключительно с этой песней, в образе такой родины матери, которую исполняет Алексей Алешенька «Сынок». И это была моя мечта очень давно. И, собственно, как сказать, зацикленность это или не зацикленность, вот у меня была такая мечта. И вот она, собственно, сбылась. А в полуфинале мы соревновались с моей подругой тоже из города Энгельса. Мы прямо соседи, я много раз об этом рассказывала, мы жили в соседних домах, встретились мы на кастинге. Потом мы попали в команду Александра Борисовича Градского, и потом в итоге мы между собой и соревновались. И Саша набрала больше баллов, пошла дальше. Но самое главное на тот момент, лично для меня было, что победила команда Александра Градского, потому что он всегда побеждал. И тут уже весь накал страстей, уже когда идёт победа именно наставника, не столько участника, а чья команда победит. И, конечно, я болела за Сашу так же, как, собственно, и за себя, потому что она несла знамя Александра Градского. – Вы смотрите этот проект после того, как Градский ушёл с него? – Да, вы знаете, я, может быть, не так его смотрю активно, как я смотрела первый и второй сезон до меня, но какие-то номера, конечно, каких-то артистов, за какими-то артистами я особенно наблюдала. Например, Саша Панайотов. Когда-то мы вместе участвовали в проекте народный артист. – С Панайотовым? – Да, да, да. Ну, конечно, он уже был в десятке финалистов, я слетела на этапе тридцатки, но мы все, тем не менее, дружили и общались. И когда я увидела его в голосе, я была очень счастлива, что он опять появился, его увидит большая аудитория, потому что он, конечно, не знаю, мне кажется, он единственный человек в нашей стране, который именно так круто поёт. – Панайотов? – Да, вот именно, что касается мелизматики, это знаете, как Юля Начало… – Что такое мелизматика? Вот мелизма – это что? – Это такие вокальные приёмы, это когда очень подвижный и гибкий голос. И это больше такая фирменная школа, знаете, а-ля Стива Уандер. У нас это не очень развито, у нас более такой прямой вокал. Да, у нас Кантильена, русская школа несколько другая. А вот Юль Начало, Царствие Небесное, она среди женщин владела этой техникой просто в совершенстве. И, пожалуй, ну, она была первооткрывателем этой техникой у нас в России. И также вот Саша Панайотов. И для меня вот в мужском вокале вот этот именно фирменный вокал – это Саша Панайотов, в женском это была Юля. Сейчас этого много, и молодёжь вообще в принципе по-другому поёт. Сейчас смотришь на детей и думаешь, господи, как они вообще владеют этой техникой, вокалом. Очень круто, очень всё быстро идёт в этой школе, продвигается. То есть, начало бы была очень профессиональным человеком, потому что она, в общем, была в каких-то вторых, третьих ролях, то есть она не входила в какой-то топ-10 людей, которые появляются на экранах, в ротациях. Она очень профессиональный человек, по Вашей оценке. Потому что я просто не разбираюсь. Нет, абсолютно, с точки зрения вокалистки, она мега крутая вокалистка. Другой вопрос о медийности, родийности, это же в принципе… Ну да, это вечно сказано. Да, мне кажется, что это, знаете, как у Жванецкого есть фраза, мне очень нравится, мудрость приходит с возрастом, иногда возраст приходит один. Так же и здесь можно быть гениальным вокалистом, но совсем не обязательно быть медийным или родийным человеком. Но её судьба, она достаточно сложная, но тем не менее, она действительно для всех осталась утренней звёздочкой, потому что она была именно в молодости, в детстве такой суперзвездой, и такой остаётся. А дальше в карьере, ну… Вот пора понаёт, вот тоже меня любопытно было услышать, а как Вы оцениваете выбор Сергея Лазарева как представителя России на конкурсе «Евровидение» в этом году? Вот Вы знаете, я к своему стаду даже не знаю, кто в этом году едет на «Евровидение». Я слышала, что… Ну, едет Лазарев Сергей. Лазарев, но я думала, что это ещё пока на этапе какого-то утверждения. Нет, нет, это уже решено. Слушайте, но я считаю, что Сергей Лазарев – это тоже крутой профессионал. Он один, так скажем, из немногих, кто всегда работает вживую. Вот я пересекалась, наверное, на концертах с ним, ну, может быть, несколько всего раз. И я знаю, что у него есть именно такое условие, что он поёт вживую. Это вот так же, как Полина Гагарина. И там, где вот совсем невозможно эфирные какие-то вещи избежать под плюс, возможно, у них и есть такие записи. Но, в целом, я знаю, что они настаивают на том, что они будут петь только вживую. Он и танцует, и поёт, и как артист. Я считаю, что за него не стыдно. А Вы, вот как дочь офицера, есть такой мем, кстати. Дочь офицера – человек, который и в репертуаре своём выбирает такую патриотическую тематику. Мы сейчас поговорим о концерте, собственно, который у нас примет разговор. Вы всегда отделяете, когда оцениваете человека из шоу-бизнеса, человека со сцены, его мастерство и позицию, потому что Лазарев, он прославился, если можно употреблять этот глагол, тем, что сказал, что для него Крым был и остаётся украинским. То есть, вас такие вещи не парят. Вы всегда можете объективно оценивать человека из шоу-бизнеса. Его политическая позиция не совпадает с вашей. Ну, смотрите, вопрос достаточно сложный и требует больше, наверное, времени, чтобы о нём говорить. Я могу сказать, что я могу объективно абстрагироваться и оценить его как профессионала и как вокалиста, но, знаете, что называется в разведку, со многими людьми я просто не пойду. Вряд ли я буду дружить, вряд ли он будет мне импонировать как человек, как единомышленник, и как собеседник. И с годами, с возрастом я становлюсь, наверное, всё-таки более жёсткой в каких-то своих проявлениях и коммуникациях. И для меня это действительно очень важно. Но не думаю, что если вы меня спрашиваете о том, как вы относитесь к его кандидатуре, я имею право высказывать своё мнение ещё о том, какой он человек. Я говорю только с профессиональной точки зрения. Вокалист и артист – он потрясающий. Но мы не друзья, и я не знала о каких-то его таких проявлениях. Моё личное останется, наверное… А вот выбор ваш этой патриотической тематики – это результат от какого-то мозгового штурма с вашим наставником, или это имеет корни семейные? Почему вы занимаетесь этой тематикой? Мы всё подбираемся к концерту, во-первых, расскажите о концерте, а потом мы поговорим про эту тематику в творчестве, в ориентированном берегу. Да, вы знаете, это напрямую всё взаимосвязано, и действительно, вы знаете, я не выбирала, я не просчитывала своё амплуа на сцене, тематику. Я, в принципе, всегда жила с детства в этой среде. В среде патриотизма, офицерства, любви к родине, любви к России. Наш папа нас всегда с девочками учил, что мы обязаны любить свою историю, обязаны любить свою страну. И вот так случилось, что я, опять же говорю, вот любой артист, он выбирает себе амплуа, а так, буду я поп-артистом, вот таким апатажным. Я ничего не выбирала, всё сложилось само собой. И, соответственно, когда стал вопрос о том, что я должна делать сольный концерт, каждый из артистов в театре обязан каждый год, в театре Александра Градского, Градский холл, каждый из артистов должен, обязан в год сделать один свой сольный концерт. Я пришла, Александр Борисович, он сказал, Валя, ты должна выдать концерт, я говорю, да, он будет обязательно тематический, я хочу его делать, какие бы ни были сложности с датой, вы всегда знаете майские праздники, они очень такие своеобразные. Несмотря на даты, я буду делать именно ко дню победы концерт, и хочу его назвать «Баллада о матери», потому что это произведение, так сказать, меня как артиста породило на сцене и в экране, вот именно так я называла свой концерт. И это дань памяти и моей любви к творчеству Андрея Дементьева, который именно написал эту балладу о матери. И тут всё взаимосвязано, не было никаких просчетов и расчетов, почему именно такая тематика. Я такой артист, и в принципе все мои песни об этом, все мои песни о родине, о боге, о войне. И даже авторский материал, который понемножечку скапливается у меня, он тоже именно такой направленности. Вот я прямо сейчас слышу ваших оппонентов, которые скажут, ну вот Бирюкова для неё бог и война – это просто через запятую, вещи сопряжённые, хотя казалось бы, в общем, должно быть наоборот. – Ой, Евгений Юрьевич, вы какие сложные темы задаёте, мне прямо хочется с вами часами разговаривать. – Приходите ещё, есть время до вашего, 27 апреля. – 27 апреля, да-да-да. – Вот тогда по репертуару, кроме заглавной песни, которая дала название всему спектаклю, и которая, видимо, будет в финале, да, я так понимаю, что ещё там будет? – В основном это, конечно же, известные песни о войне, песни Булата Шаловича Акуджавы, 10-й наш десантный батальон, не знаю, как правильно её название. Потом я обожаю эту песню «До свидания, мальчики», она, кстати, автобиографична, и Булат Шалович, он ведь служил тоже, по-моему, не помню, какие точно там войска были, но не суть. В общем, эта песня была написана о его одноклассниках, которые вместе с ним ушли на фронт, но не вернулись, и ведь, вы знаете, он только спустя 13 лет после войны смог вообще писать и говорить об этом. Потом будут пару песен из репертуара Владимира Семёновича Высоцкого. – Какие? – Мы споём с моим наставником. – С Грэцким? – Да-да-да, балладу о борьбе, значит, нужные книги ты в детстве читал, очень уж нравится мне это произведение. И, конечно же… – Это Вы бы выбрали, да? – Да, и, конечно же, «Сыновья уходят в бой». Потом Пахмутовый, Александр Пахмутовый будет произведение. – Ну, конечно, раз Грэцкий, то без Пап, без Пап. – Поклонимся великим тем годам. Вы знаете, кстати, вот Александр Борисович меня похвалил, говорит, я никогда не обращал внимания на эту песню, но после того, как мы её исполнили с Андреем Лефлером, тоже солист нашего театра, он даже на второй концерт, Александр Борисович, вышел и пел её вместе с нами. А у него уже ещё такой потрясающий тенор, а там тесситура как раз теноровая, и там она настолько, получается, яркая. И вот он когда выходит, он так иногда из-за кулис, выходит на какие-то песни. И я прям глазами взмолилась, Александр Борисович, ну, я ему посылаю… – А, то есть, это экспромт? – Да, это был экспромт на втором концерте. – Круто. – Да-да-да, потому что на первом концерте он услышал её, ему это, видимо, понравилось, потому что он иногда так скептический к каким-то вещам. А на втором концерте он вышел, и я смотрю на него, и он стал припев петь вместе с нами. Там… – Всем миром, всем народом, всей землёй, и там… – Поклонимся за тот великий бой! – И там такие яркие ноты, вот именно, я говорю, теноровая тесситура. И это, конечно, вот вышибает просто вот… Ну, это настолько берёт за душу. И я прямо ему сказала, говорю, Александр Борисович, в этом году обязательно, ну, так, хорошо-хорошо, посмотрим, посмотрим, как я буду себя чувствовать. И вот в итоге я… У нас не было никогда дуэтов с Александром Борисовичем, и, в общем, я его вот умоляла, он исполнил со мной балладу о борьбе Высоцкого, и я очень хотела вот этого, знаете, разговора поколений. Вот, почему я хотела её дуэтом. И вот в итоге я ещё и заполучила дуэт, такой, так скажем, поклонимся великим тем годам тоже. – Мы что-то сможем сегодня услышать из того, что будет 27 апреля в городский холл? – Да-да-да, вот возвращаясь к репертуару всего концерта, помимо вот известных песен легендарных, обязательно прозвучит моя новая песня «Сколько более». – Мы сейчас можем, да, услышать? – Да, конечно, мы можем её послушать. – Расскажите просто, что это за вещь, прежде чем… В прошлом году состоялась её премьера 9 мая на «Поклонной горе». Это написал для меня мой композитор, который пишет для меня материал, Дмитрий Толстов. Вы знаете, я очень трепетно отношусь к материалу о войне, потому что ведь попыток очень много у современников написать эти песни. Но для меня очень важно, как я иногда говорю на таком кухонно-бытовом уровне, чтобы песня приближалась к званию произведения. Для меня это очень важно, потому что о войне можно писать много стихов, и это всегда очень такая трепетная тема. И для меня очень важно, чтобы произведение было настоящим, грамотно с точки зрения поэзии, с точки зрения музыки. И, конечно же, чтобы оно осталось на годы, чтобы могли петь и через 10 лет, и через 20, и через 30, чтобы это была настоящая песня. Я ещё раз повторяюсь, чтобы оно приближалось к званию произведения. И вот в моём концерте будет несколько авторских песен, но каждая из этих песен, всего, получается, по-моему, три авторские песни. Мне не стыдно их исполнять, мне не стыдно о них говорить, и я считаю, что они заслуживают внимания. – Чуть-чуть просто уточнение, что Вы называете авторской песней в контексте нашей беседы? – Ну, авторская песня – это вот написано для меня современными авторами, так скажем. – Хорошо. Значит, сейчас мы слушаем… – Сколько боли. – Сколько боли. Хранит земля тех солдат, кто шагнул в бессмертие, ради жизни и счастья людей, не жалея себя. Вы отдали свой долг сполна, Ваша слава на все столетия. Мы победу великих тех дней будем помнить всегда. В нашей памяти Вы живы и с нами, И бессмертных полков гордое знамя. Выше неба летит над облаками, Подвиг ваш не забыт, Он на все времена. Молчаливые небеса Вы, солдатский покой храните, Остановится время на миг У святого огня. Нашу память стереть нельзя, В каждом сердце она тонкой нитью. Вспомним тех, кто отдал жизнь свою Ради светлого дня. В нашей памяти Вы живы и с нами, И бессмертных полков гордое знамя. Выше неба летит над облаками, Подвиг ваш не забыт, Он на все времена. В нашей памяти Вы живы и с нами, И бессмертных полков гордое знамя. Выше неба летит над облаками, И бессмертных полков гордое знамя. Ради жизни, счастья людей, Не жалея себя. Валентина, я правильно понимаю, что это третий концерт под этим титулом, что ежегодно Вы проводите это мероприятие, которое вот так вот и называется. Репертуар ведь меняется или нет? Или линейка песен остается из года в год одной и той же? Да, все верно. Это один концерт, у него одна афиша, одно название, и этот концерт проходит уже в третий раз. Театр наш репертуарный, и, соответственно, есть… А вот поясните, что такое репертуарный театр? Ну, Александр Борисович, например, у нас есть ежегодный концерт-кинохит, ежегодный концерт, посвященный памяти Высоцкого, ежегодный концерт Роллинг Стоунсом. Вот сейчас у нас вошел в репертуар концерт Вертинского. Мой концерт входит ко Дню Победы. Т.е. вот каждый год какую-то тематику мы обязаны… Это, знаете, как спектакль. Вот он идет, например, раз в месяц в МХТ, какой-то спектакль. Вы же так сказали, обязаны, как будто для Вас вообще вот этот выход на сцену… Нет, нет, нет. …такой вот тяжелый вообще… Нет, 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 что… …надо отрабатывать, мы обязаны. Нет, 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 я только с точки зрения того, что все-таки мы работаем, служим в театре, и у нас есть и права, и обязанности. Слушайте, нам, естественно, платят город и государство зарплату, и у нас что-то спрашивают. Вот наши обязанности входят отрабатывать, например… Там у нас есть 10 рождественских концертов в году, мы обязаны выдать сольный концерт. Ну, я говорю это с любовью, потому что я вообще очень счастлива, что я попала к Александру Борисовичу Градскому, и мы работаем под его началом, под его крылом в его театре. Это мало кому так повезло, но мы правда счастливчики, понимаете, у нас сразу появился свой там творческий дом, и он нам говорит, ребята, вот любой, как сказать, любой кипиш, кроме голодовки, пожалуйста, творите. Он нам не запрещает ничего, он за любые там творческие начала, согласен он с ними, не согласен. Например, я главный спорщик в театре… Вы, да? Да, мы все время спорим с Александром Борисовичем на какие-то там идеологические, политические темы, но при всем при этом он со мной не согласен, наверное, процентов на 80, на 90, но он дает мне эту свободу говорить то, о чем я хочу, петь то, о чем я хочу. И он говорит, пожалуйста, действуйте, и в этом плане, конечно же, мы счастливые люди, мы счастливые артисты, и дай Бог ему здоровья, чтобы все так же у нас сохранилось как можно дольше. Он матерится с вами, да? Ну конечно, но Александр Борисович на нем разговаривает. Да, у него это песня просто, его послушать. А вы, кстати, как человек таких, я понимаю, строгих нравственных понятий и представлений используете ненормативную лексику? Я думаю, что я действительно достаточно строгих правил, строгих нравов, и это у нас с детства. В 9 мы уже были дома, и мы всегда жили в военных городках. Вы, наверное, представляете, что это такое, да? Ну это примерно, когда в военном городке есть одна или две школы, где, смотрите, учителя – жены военных, а школьники – дети военных. То есть вы понимаете, да, что прогулять, опоздать или, боже, сохрани, какую-нибудь плохую оценку скрыть – это было просто невозможно. Потому что все друг друга знали. И, конечно же, все знали, что вот это дочки Сергея Ивановича, к ним подходить нельзя, знакомиться с ними нельзя. Нет, это правда. Это ужасно. Это, может быть, ужасно тогда, мне казалось, но на самом деле сейчас я просто говорю очень низкий поклон и большое спасибо своим родителям и своему воспитанию. Потому что, знаете, как, опять же, кто-то сказал из мною любимых, по-моему, Шахназаров, он говорил, что человек без идеи – это страшный человек, и ему сложнее, что ли, в жизни. Как-то так он выразился. Мне очень понравилась эта мысль, и я на нее обратила внимание. Я действительно понимаю, что очень важно, когда у тебя есть, не знаю, воспитание, режим, идея. Для меня это очень важно. А что вы, вот будучи ребенком, школьницей, что вы слушали, какую музыку? Я скажу вам так, я не помню, что я слушала школьницей. Ну, как, у меня есть какие-то урывки. Например, мама сказала, что как только я еще даже толком разговаривать не умела, был мне годик или два, первую песню, которую я напевала на своем детско-китайском языке, это была «Айс на крыше, мир на земле». Никто не понимал, я жутко злилась, и что-то там типа «А я кисем», я, в общем, что-то это изображала. Я злилась, мне давали какие-то игрушки, конфеты, а я все отвергала и просила, чтобы пели со мной. А когда на экране запела София Ротару эту песню, я начала вместе с ней петь эту песню. Все поняли, что вот о чем речь оказывается. Потом было для меня большим событием, и без преувеличения что-то у меня перевернулось в душе. Это когда к нам приехал Иосиф Давыдович Кобзон, к нам это в Саратов. Я уже была студенткой, то есть мне было лет 16, я училась. Тогда я училась в училище искусств на дежурском хоровом отделении. И вот нам давали какие-то контрамарочки на концерты, на спектакли, в театры. И вот я попала на концерт Иосифа Давыдовича Кобзона. Я не знаю, по какому поводу он приехал, но это не суть. Он пел, вы знаете, два часа под рояль, без оркестра, просто он и песня. Я пошла туда, потому что нужно идти. Отправили, иди слушай Кобзона. Я плакала, у меня были мурашки по коже. Я внимала каждому его слову. И для меня это было действительно потрясение. Я никогда не думала, что я буду слушать Кобзона. Потому что я всё равно, как любая молодёжь, тогда уже слушала какую-то попсу. И тогда он произвёл на меня просто неизгладимое впечатление. И вот таких вот моментов очень много. Также Зыкина, какие-то песни у неё я слушала, пела. А вот так в целом сказать, чтобы я была какой-то меломанкой к своему стыду – нет. Я очень мало знаю фирменной музыки. Крайне мало. Это какие-то совсем такие артистки, как Лара Фабиан, Витни Хьюстон. И, конечно же, я всегда тяготела, и сейчас к слову. Для меня очень важно… То есть, текстовая составляющая? Да. Это самое главное. Ну, это же вот туда-куда-то к Барда, мне кажется, для них. Они просто как… Мы поём хорошие стихи. Нет, но и Барда в том числе, конечно. Но, я не знаю, Высоцкий, кто угодно. Мне вот из наших вот таких… Это странно, вы слышите, это выпускницы голоса. Потому, что я думаю, что Градский всегда ставку делает исключительно на мастерство, на октавы. Я с ним дико срусь по поводу того, что… Я считаю, что драйв важнее, чем вокал. Он просто вот этих вещей не понимает, поэтому я от Вас это удивительно слушаю. Евгений Юрьевич, Вы знаете, для меня… Мне очень приятно, что какие-то вещи… Вот мы с Вами общаемся час-два часа. Вот Вы купаете так быстро. Это то, о чём говорила я тоже с Александром Борисовичем Градским. И это то, в чём мне его на какую-то процентик удалось тоже переубедить. И он мне тоже… Да ладно, это не так просто… Нет. Он, знаете, даже во время… Мне за все эти десятилетия не удалось, а Бирюкову удалось. Нет, Вы знаете, вот даже на репетициях во время голоса он всегда сидел и говорил… Вот Бирюкова, вот нет у тебя трёх октав. Ну, как ты выворачиваешь душу наизнанку. И до сих пор он тоже мне говорит, слушай, но не важно, что нет большого голоса. И я каждый раз стараюсь его в этом переубедить. Потому что я считаю, что для русского человека в первую очередь это слово, в первую очередь это смысл. И для меня это тоже очень важно. Ну, так устроена такая у нас ментальность, такая у нас генетика. И я считаю, что это самое главное. Я думаю, что это не только для русских. Очень много есть людей, которые… Ну, и англоязычных я очень много знаю, для которых приоритет как раз именно стихов и именно какой-то экспрессии. И вот то, что хорошим русским словом месседж называется, когда вот этот вот есть посыл, значит гораздо больше, чем просто вот эти вот ваши октавы. А интересно мне, вы друг другу, я имею в виду артистов театра «Градский холл», друг другу вы ходите на концерты и репы или нет? Обязательно. Я посещаю практически все концерты ребят. И мало того, я являюсь поклонницей некоторых наших артистов. Плюс ко всему, например, в моём концерте у меня будут гости. Это тоже… В смысле, которые будут выходить на сцену вместе с вами? Да, либо мы что-то в дуэте споём, либо самостоятельно. Это Саша Воробьёва, моя подруга, коллега, я очень люблю эту артистку. Потом это Сергей Волчков, он не является солистом театра, но он тоже… И уже не является? Мне казалось… Нет, Серёжа приглашённый солист, да, но он был вот победителем второго сезона Александра Борисовича Градского. Мы очень близко и по-доброму дружим, это действительно мой друг. Знаете, говорят, что у бизнеса не бывает друзей, но я каждый раз выражаю свою благодарность и признательность Серёже Волчкову, потому что он мне очень много помогает, в принципе, в творчестве. Потом у меня будет приглашена… Первый раз будет в концерте принимать участие Ярослава Дегтярёва, это тоже девочка из «Детского голоса». Абсолютно она меня сразила, когда я её увидела на экране, она ещё была такая маленькая. Они в этот период очень быстро растут, ей было лет шесть, наверное, а сейчас ей уже десять. То есть сейчас она уже взрослая девочка, как ей кажется. И тоже мне нравится очень её энергия, она настоящая. И я в этом году её пригласила. Вот мы в прошлом году с ней познакомились в Муроме на День семи любви и верности, мы с ней спели дуэтом впервые. И я очень захотела, чтобы она присутствовала в моём концерте. Вот поэтому мы очень дружим, да, и поддерживаем друг друга. И, конечно, ходим друг к другу на концерты. И как гости, и как артисты. – Вы всегда знаете реакцию публики на ту или иную вещь? То есть вы знаете, что здесь люди заплачут, здесь они там как-то будут тронуты? Или каждый раз песня исполняется, ну, как и спектакль, немножко с другими нюансами? – Вы знаете, я не просчитываю, кто как на что будет реагировать, естественно, где заплачут, где не заплачут. Единственное, что каждый раз я выхожу на сцену, я много раз уже об этом говорила, когда я пою военные песни, я их не играю. У меня нет никакого предполагаемого спектакля в голове. Я просто выхожу и рассказываю реальную историю. Потому что, я еще раз повторю, что у меня ощущение, что в меня вселяется какой-то воин. И я не играю в этих песнях. И, как правило, конечно же, люди откликаются на это. И мне очень приятно, что когда после концерта, вернее, это, наверное, задача моя, когда хотя бы несколько человек мне говорят о том, что, Валя, слушай, мы знали, что это День Победы, но только сегодня мы вспомнили, как это было страшно. И как мы благодарны нашим дедам, что мы сегодня живем, мы живы, мы можем видеть небо, солнце. Это такие банальные, казалось бы, вещи, но именно после моего концерта они об этом еще раз вспоминают. И для меня вот это, наверное, есть сверхзадача. И, собственно, к этому именно я стремлюсь. Предыдущий музыкант, с которым я беседовал, товарищ вашего наставника Андрей Владимирович Макаревич рассказывал мне про термин «победобесие». Это такой гигантский контраст того, что чувствуете вы и то, что озвучил он, что мне просто очень любопытно здесь оказаться посередине, посмотреть на ту и другую точку зрения, потому что мы все сходим с тем, что это великий день, День Победы. И замечательно, конечно, что 27 апреля будет посвящен этому дню ваш концерт. Мы попрощаемся сейчас и послушаем. Вы расскажите, что мы под финал послушаем такую вещь. Да, мы услышим песню, она не о войне. Это новая вещь, буквально недавно состоялась ее премьера в Кремлевском дворце. Она написана специально для меня автором Николаем Коховым. Я очень ему благодарна и признательна, что он сумел меня прочувствовать и понял, о чем я хочу сказать зрителю. Называется она «Дай нам Бог». И вот я желаю всем людям и ранее упомянутыми вами, я просто хочу им сказать, храни их Бог и благоразумие им, смирение и любви. Спасибо большое. Это была Валентина Бирюкова. И мы говорили о ее концерте 27 апреля в Градском холле. Правильно так я могу сказать? Да. В Градском холле в театре Александра Гладского была «До матери». Большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Мир в себе вернуть, встать на верный путь трудно. Но за ночью вслед нам подарит свет утро. Утро. Ты еще поймешь истину и ложь, и вечные слова скажешь. Дай нам Бог чистого неба, Дай нам Бог яркого солнца. Верить в судьбу, верить в себе, Добрый оставить след. Мир земле вернуть, Встать на верный путь света. Мы всегда с тобой Будем жить мечтой этой. Дай нам Бог чистого неба, Дай нам Бог яркого солнца. Светлой любви Близких людей. Верить в судьбу, верить в себе, Добрый оставить след. Дай нам Бог чистого неба, Дай нам Бог яркого солнца. Светлой любви Близких людей, Мира на всей земле. Дай нам Бог чистого неба, Дай нам Бог яркого солнца. Светлой любви Близких людей. Мира на всей земле Мир в себе вернуть, стать на верный путь Трудно